Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. По новой дороге в Белгороде пустят маршруты общественного транспорта. 19 февраля в ходе прямой линии генеральный директор ЕТК Александр Васильченко рассказал, что к концу года от улицы Раздобаркина до Молодежной будет ходить новый маршрут номер 132 на улицу Есенина. Это станет возможным благодаря строительству новой дороги и запуску обновленной маршрутной сети. Таким образом, жители Репного, улицы Раздобаркина и Молодежной смогут по новой дороге кратчайшим путем добраться в район Ситимола и детской поликлиники номер 4. В новой маршрутной сети связь будет обеспечена маршрутом номер 132. К сожалению, изменить схему текущего маршрута на сегодняшний день юридически невозможно. Троллейбус врезался в дерево в центре Читы. Утром 21 февраля на перекрестке улиц Бутина, Угдайская в Чите троллейбус врезался в дерево после столкновения с иномаркой. В ДТП пострадал водитель общественного транспорта. По предварительным данным, водитель троллейбуса допустил наезд на дерево, стоящее на обочине, после столкновения с автомобилем Мазда. Пострадавших среди пассажиров нет. В ГИБДД края отметили, что у водителя иномарки имеются признаки алкогольного опьянения. Сэкономил на бензине. В Москве курьер проехал в трамвае вместе с мопедом. В Москве доставщик пиццы заехал в трамвай прямо на мопеде. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в телеграм-канале. На просьбы и жалобы пассажиров курьер не отреагировал и продолжил ехать в трамвае. Зато на такое поведение отреагировал Мосгортранс. На водителя мопеда уже пишут заявление в полицию. Ему грозит штраф, а если действия признают хулиганскими, то возможно и лишение свободы. В департаменте транспорта призвали соблюдать правила и оставаться адекватными, отметив, что приветствует пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров недопустимы. В Зеленограде начнут производить электротранспорт. Компания «Драйв Электро» создает в промзоне Алабышева, которая находится вблизи Зеленограда, комплекс по производству электромобилей коммерческого и коммунального назначения, зарядных станций, аккумуляторов и комплектующих для автобусов и грузовиков на электротяге. Кроме того, здесь будут работать над созданием транспортных средств на водородном топливе. Строительство планируют начать в 2021 году. Компания инвестирует в проект 375 миллионов рублей и создат 75 рабочих мест. В Туле стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 25 рублей. Стоимость проезда в общественном транспорте Тула вырастет до 25 рублей при оплате наличными. Новый тариф вступит в силу с 1 марта. Об этом сообщили 18 февраля в Управлении пресс-службы правительства Тульской области. При оплате наличными стоимость одной поездки составит 25 рублей. При оплате банковской карты – 21 рубль. Поездка на городских маршрутах по регулируемому тарифу при оплате по карте «тройка» обойдется в 19 рублей. Необходимость перехода на новую схему оплаты проезда и новые тарифы власти объясняют тем, что за последние 6 лет стоимость проезда в Туле в последний раз повышали в 2015 году. Себестоимость пассажирских перевозок выросла на 82%, до 38 рублей 24 копеек за поездку. В Петербурге представили новый вагон метро «Смарт». USB-розетки, видеостекла и беспилотное управление. В Петербурге представили макет вагона, который поедет по первой линии метро в 2022 году. Полногабаритный макет инновационного вагона «Смарт» представили на Октябрьском электровагоноремонтном заводе вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Соколову и председателю комитета по транспорту Кириллу Полякову. Его в сотрудничестве с Петербургским метрополитеном и Комитетом по транспорту разработало акционерное общество «Трансмашхолдинг». Как сообщает 19 февраля аппарат Соколова, салон вагона будет оборудован USB-розетками, модулями Wi-Fi и интерактивной карты метро на специальных экранах. Предполагается, что информировать о ближайших станциях и пересадочных узлах станут на дверное табло с бегущей строкой. Кроме того, поезда оборудуют специальными умными окнами, которые смогут транслировать на прозрачное стекло видеозапись. В зависимости от времени суток в вагонах будет меняться освещение. Утром салона светят тона холодного оттенка, вечером – теплого. Поезда оснастят современные системы вентиляции и специальными зонами для родителей с колясками, а также маломобильных людей и их сопровождающих. Проектировщики предложили увеличить дверные проемы в салоне для увеличения пропускной способности. Сейчас рассматриваются два варианта – шириной 1400 мм и 1600 мм. Снаружи вагон подсветят светодиодные элементы, а лобовое стекло – светящийся логотип метро. Инновации хотят добавить и рабочему месту машиниста. Разработана система климат-контроля и обеззараживания воздуха, усовершенствованный пульт управления. Кроме того, предусмотрена технологическая возможность перевода нового поезда в беспилотный режим. Для работы в новом поезде машинистам придется пройти курс обучения. Новый состав собираются запустить на линию в 2022 году. Первыми его оценят пассажиры Кировско-Выборгской линии. Киров вошел в первую десятку городов по качеству общественного транспорта. Компания «Симметра», которая занимается транспортным моделированием в стране, представила рейтинг городов России по качеству общественного транспорта за 2020 год. Согласно ему, Киров занял восьмую строчку общего рейтинга и второе место среди крупных городов. Эксперты оценивают общественный транспорт по нескольким десяткам параметров, говорится в сообщении «Городские проекты». Среди них близость остановок от мест проживания, качество обслуживания, скорость общественного транспорта, наличие транспортных карт, гибких тарифов и прочее. При этом в исследовании отмечается, что в городе есть проблема – высокая стоимость месячного проезда, высокая непрямолинейность маршрутов и длительное ожидание транспорта – около 6 минут. В лидерах рейтинга числятся Екатеринбург, Ижевск и Самара. На последних местах – Чита, Якутск и Ярославль. Москву и Санкт-Петербург авторы исследований не включили в рейтинг целенаправленно. В КТК рассказали о поддержанных троллейбусах из Москвы. В Кемеровской электротранспортной компании прокомментировали выход на линию троллейбусов из Москвы. Город получил 20 машин, 5 из которых уже вышли на маршрут номер 12. Как пояснили в компании, все троллейбусы находятся в неплохом техническом состоянии. Сначала на линию выпустили те из них, которые потребовали минимальной технической подготовки. О точных сроках выхода на линию остальных троллейбусах пока говорить рано. Возможно, это произойдет в течение месяца. Московские троллейбусы отличаются от тех, что ходят по нашим маршрутам асинхронными двигателями, то есть у них выше эксплуатационная скорость. Соответственно, укомплектовать ими лучше один и тот же маршрут, чтобы избегать таких ситуаций, когда вышедший позже по расписанию троллейбус догоняет тот, что вышел раньше. Рассказал руководитель пресс-службы КТК Максим Гончаренко. Он отметил, что сами троллейбусы, в том числе новые, за маршрутами не закрепляются. Одна и та же машина в разные дни может выходить на разные маршруты. В данном случае произошло обновление троллейбусного парка города в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова